Так, смотрите. Мы обсуждали списки. И вещь, до которой мы не дошли, это как обрабатывать информацию, которая лежит в списках. Если мы хотим сделать какие-то действия, допустим, у нас есть список чисел, и мы хотим с каждым из этих чисел что-то сделать. Например, мы хотим найти сумму всех элементов какого-то списка, как это сделать. Если у нас есть список строчек, мы хотим каждую строчку как-нибудь напечатать каким-нибудь специальным образом. Вот для таких задач есть инструмент, который называется цикл. Цикл — это какая-то конструкция, которая позволяет компьютеру выполнять одни и те же команды много раз. Причем сколько раз он их будет выполнять — это зависит от каких-то внешних факторов. Но в частности цикл for позволяет выполнять какие-то команды для каждого элемента какого-то списка. Собственно говоря, поэтому он называется for, потому что он для. Давайте я покажу какой-нибудь пример. Допустим, у меня есть какой-нибудь список числовой список. И дальше я могу что-нибудь с этими числами сделать. Скажем, вот сейчас был важный момент, но давайте я его покажу в замедленной съемке. Вот смотрите, я начал писать, я хотел здесь написать my list, но в тот момент, когда я дописал до буквы L, мне стало ужасно лень продолжать. И поэтому я нажал кнопку Tab. И после этого среда Юпитер автоматически продолжила мне название переменной. Но она как бы знает, что по контексту понятно, что я имею в виду какую-то переменную или какую-то функцию. И единственная переменная, которая у меня сейчас существует, которая бы начиналась вот этих букв, это переменная my list. Поэтому она просто ничего даже особенно не спрашивает и просто продолжает подставлять сюда имя переменной. Это очень полезно. В частности, это очень полезно в том смысле, что если вы не хотите придумывать длинные названия, длинные понятные названия переменных, потому что вам кажется, что вам лень будет их набирать, то не страшно, что они будут длинными, потому что есть кнопка Tab, которая позволяет все это очень быстренько набирать автоматически. Поэтому такая типичная ошибка начинающего программиста – это называть все переменные буквами A, B, C, X1, X2, X3. Если ваша переменная означает количество денег, которое клиент 1 заимствовал у клиента 2, то вы можете так ее и назвать. Теоретически, кстати, в питоне можно использовать русские буквы, так обычно люди не делают. Но, в принципе, в питоне довольно широкий класс символов, которые можно использовать в качестве идентификатора, в качестве названия переменных, функций и так далее. Вот. Но давайте я вернусь к циклу for. Значит, давайте что-нибудь мы сделаем. Допустим, вот так. Здесь нужно обратить внимание на несколько вещей, связанных с синтаксисом. Во-первых, вот я написал for number in my list, вот там поставил двоеточие. После того, как я поставил двоеточие и нажал Enter, мне Юпитер автоматически добавляет отступ. И дальше вот эти две строчки, new number равняется номером наш на 2, print new number, они написаны с отступом. А вот следующая строчка, print that's all, она написана без отступа. Давайте посмотрим, что происходит, когда я выполняю этот код. Происходит следующее. Значит, вот у меня в списке my list записано числа 1, 10, 4 и так далее. Когда питон доходит до вот этой строчки, до начала цикла for, он вот этой переменной присваивает первое значение из вот этого списка. В данном случае единицу. То есть, как бы вот в этот момент произошло как бы number равно 1. После этого выполняются те строчки, которые идут с отступом. Значит, вот выполнилась строчка new number равняется number умножить на 2. И вот этот самый new number напечатался нам. Вот она, эта двойка. Дальше мы дошли до конца блока, который идет с отступом. И прежде чем выполнять вот эту строчку, происходит следующее. Мы возвращаемся снова в начало этого for. И теперь присваиваем переменный number уже следующий элемент нашего списка. И снова выполняем вот эти же строчки. И так будет происходить до тех пор, пока список не кончится. Или не произойдет еще что-нибудь странное. Что еще может произойти, это я сейчас скажу. Ну, пока я имею часть этого. Вот. И только после того, как этот список полностью закончился, как он был ущербным, только после этого мы дошли до вот этой строчки print.deatsoul. И вот он нам напечатался that's all. Вот. Вот примерно так работает цикл for в Python. Если вы когда-нибудь работали с каким-нибудь языком программирования, такого же типа, с Pascal, с C, с Java, с C++, с чем угодно, то там есть похожие конструкции, временами отличающиеся. Во-первых, есть явная разница с синтаксисом. Во всех языках, известных мне, кроме Python, существуют какие-то явные синтактические элементы, которые указывают на начало и конец блок. Но наряду с этим испокон веку считается правилом хорошего тона выделять блоки кода визуально, для того, чтобы было понятно, где они начинаются, где заканчиваются. Особенно это становится важным, когда блоки оказываются вложенными друг в друга. Например, внутри этого цикла for мог быть другой цикл for. И вот чтобы отслеживать эту вложенность, чтобы отслеживать, чтобы видеть быстро, где какой блок заканчивается, где какой блок начинается, принято выделять новые блоки дополнительными отступами. Разработчики Python решили, что даже если разработчик, который изучает Python, ужасно не хочет использовать отступы, а это тоже такая типичная ошибка новичка, писать код без отступов, то просто в Python не будет никакого другого способа сделать блок кода. Вы никак не можете сделать блок кода, кроме как использовать отступы. Поэтому тут такую ошибку новичка совершить невозможно. То есть возможно, но у вас просто ничего не заработает. Поэтому здесь нет никаких дополнительных способов, как выделить начало и конец блок. Отступы и все. Отступы в принципе могут быть любого размера, но стандартным считается четыре пробела. Хотя если вы будете работать в компании Google, то вам придется привыкнуть к тому, что там стандартам по стилю предписывается использовать два пробеловства. Я думаю, если вы будете работать в компании Google, то вы смиритесь с этим. Наверное. Вот. Дальше. Понятно ли, как этот код работает? Смотрите, если вдруг вы никогда с этим не сталкивались, то может быть полезна вот такая штука. Есть такой сайт, называется python-tutor.com. И в нем можно запускать питоновский код и выполнять его в режиме такого визуального отладчика. И ежели у меня сейчас заработает эта штука. Ну, как-то у меня интернет работает, иначе бы зум вылетел. Вот. Давайте посмотрим, как это работает. Здесь не самая последняя версия питона. И теперь у нас тут что-то сайт. Python 36. Ну, ладно. Для наших целей хватит. Значит, вот я написал ровно тот код, который у меня здесь был. Только единственное, что я мой лист забыл создать. Давайте я его тоже создам. Вот. И дальше можно визуализировать выполнение. Вот видно, что происходит. Вот я создал переменную. Дальше я начал цикл for. Вот создалась переменная number. Ей присвоилось значение 1. Дальше я выполнил вот эту строчку. Создалась переменная new number. Я ей присвоил значение 2. Дальше я ее напечатал. Вот у меня output. Ну, и так далее. Значит, вот видно, что мы выполняем эти строчки. Да, Саша. Мне стало интересно, а что, если я попробую сделать список со строчкой, и он строчку просто утвоил. Но возникает вопрос. У нас же переменная, ну, она не может менять свой тип. То есть для каждого нового цикла, ну, захода на цикл создается свой number, или он как-то обчищается. То есть почему я не удивил тому, что я сначала число его проносил в двое, а потом строчку. Смотрите, в питоне переменная может менять свой тип. Не может менять свой тип объект. А переменная может. То есть нет никакой проблемы сказать, что x равняется 1, а потом в тот же самый x присваивать hello. Вот в этом нет никакой проблемы. Что невозможно, это невозможно вот такое. Невозможно, не бывает такого, чтобы, например, вот после вот такой вот штуки я бы попросил бы меня напечатать тип x, и получил бы что-нибудь отличное от листа. То есть, например, если я к x здесь, я не знаю, приапендиваю что-нибудь, да, у меня тип самого x при этом не меняется. Он как был списком, так и остался. Вот. Объекты имеют фиксированный тип. Переменные могут принимать какой тип какой угодно. Вот. Хорошо, да. Ну, вот видно, как эта штука срабатывает здесь. Это на первых порах может быть очень полезным для отладки ваших приложений. Ну, давайте решим какую-нибудь задачку. Пусть у меня есть вот этот список MyList. И давайте. Задача такая. Найти. Написать код, который найдет сумму всех элементов в списке MyList. Список может иметь произвольную длину. Нужно использовать цикл по. Значит, вот такая задача. Хочу с помощью цикла for научиться находить сумму всех элементов в списке. Ну, давайте считаем, что я его создал в какой-то момент. И дальше вот у меня есть ячейка, в которой список создан. Дальше вам нужно писать ячейку, в которой этот список будет просто... Она предполагает, что этот список уже создан. Ну, пробежаться по всему списку и добавлять каждый раз какую-то переменную сумму. Да, вот что-то такое нужно сделать. Да, ну, напишите такой код. Да, если вы написали этот код, можете его мне в личку отправить. Допустим, вот просто в зуме. Ну, если вы в классе, то вы можете просто поднять руку, я посмотрю. А если бы в зуме, пришлите мне его в личку. Я не могу, я не могу, я не могу, чтобы вы пропустили свой шкан. Угу. 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 Продолжение следует... Спасибо. 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 Так. Скорее получилось. Хорошо. Некоторая специфика преподавания языка типа Python состоит в том, что всякую задачку, которую я вам даю, сам бы я сделал не так, так, как я ожидаю, что сделаете вы, потому что мое решение этой задачки было бы вот такое. В питоне, конечно, есть встроенная функция, которая считает сумму элементов списка, и на практике вы, конечно, будете использовать именно ее. Если вдруг действительно понадобилось написать эту функцию самостоятельно, то стандартный способ такой. Вам нужна какая-то переменная, где вы будете хранить ту сумму, которая у вас набежала на текущий момент, а дальше вы будете перебирать все элементы из списка с помощью for, каждый из элементов приплюсовывать к вашей сумме, и, собственно говоря, все. Дальше можно вывести эту сумму. Собственно говоря, я назвал сумму переменной s, а не sum, ровно потому что sum – это такая функция. Я не хочу ее переопределять. Вот. Значит, вот такой вот код – это стандартный такой прием, как делать такие вещи. Вот. Хорошо. Смотрите, значит, еще одно предназначение цикла for, но вот во всех этих историях у нас есть какой-то исходный список, и мы с ним что-то делаем, что-то делаем с его элементами. Но одно из предназначений цикла for – это сделать так, чтобы какой-то код выполнился определенное количество раз. Ну, допустим, что… Вот помните, в прошлый раз мы писали какой-то код для вычисления чисел Фибоначчи. И, допустим, что я хочу вывести, скажем, первые 10 чисел Фибоначчи, или 20, или 100. Короче говоря, я хочу вывести первые там n чисел Фибоначчи, или n-тай числа Фибоначчи. Для этого мне нужен тот код, который мы писали в прошлый раз, выполнить n раз. Вот. Соответственно, как это делается в питоне? В питоне это делается так. Есть специальный объект, который называется range. Давайте я покажу, как это работает. Вот. Значит, range – это такой, как бы, динамически создаваемый список, хотя на самом деле не список, который содержит числа, но вот если range вызвать с одним аргументом, то здесь будут целые числа, начиная от нуля и заканчивая вот этим элементом, не включая его. Как обычно, в питоне правая граница не включается. То есть написать вот такую штуку – это вот все равно, что я бы написал бы вот так. То же самое. Но здесь я могу в качестве методесетки подставлять что угодно, в том числе, например, какую-то переменную. То есть, например, если я могу сделать что-нибудь в таком роде. То есть, я могу сделать это уже, конечно, вот нет то есть у меня вот этот вот код выполнился три раза попутно переменные и принимала значение 0 1 2 иногда вам нужно знать какое какое значение у меня сейчас принимает примерно и иногда нужно просто выполнить какой-то код сколько-то раз если не с нуля хороший вопрос значит orange есть синтаксис в котором у него есть два аргумента тогда он стартует вот этого и дальше идет до 2 аргумента но не доходит до него а еще бывает рейндж у которого три аргумента вы думаете что делает третий шаг да вот так я перебираю четные числа меньше девяти в принципе шаг может быть отрицательным логика что правая граница не включается при этом продолжает работать правая не смысле больше а в смысле указанных терм аргументом range нет не будет это будет пустым цикл что при этом происходит он как бы он как бы он собрался было уже начать считать двойки но тут он увидел что двойка находится но что двойка меньше девятки поэтому когда он будет уменьшаться он понимает что он никогда на девятки не дойдет он просто в этот же момент останавливается как бы получается пустой список 1 до 2 это же пустой список вот смотрите можно на самом деле превратить объект рейндж список смотреть что получается рейндж 2.2 это просто пустая штука рейндж 2.1 вот собственно говоря можно решить такую задачку давайте интересно нет ли у меня такой задачки в домашке я планировал вам дать проверю даже если есть переделаем но например допустим у вас было допустим я хочу вам вот давайте решим такую задачу У нас была программа, которая нам считает число Fibonacci, но в прошлый раз, когда мы ее написали, она была такая очень на ручном управлении, приходилось вручную запускать ячеек в нескольких раз, а теперь с помощью цикла форума можем это сделать автоматически, дайте сделаем. Спасибо. Спасибо. Еще раз скажите. Сначала получается 17 строчка. Вот эта штука. Вот эта штука. Или следующая, или вот эта. Вот эта штука просто говорит следующее, что если range, у которого в неправильном порядке упорядочено начало и конец, что он пустой. Ну а давайте более простой пример. Если вы сделаете range, допустим, 3.2, то этот range пустой. Но почему это так? Потому что этот range – это все целые числа, которые удовлетворяют вот такому неравенству. Так вот, я отвечал на вопрос о том, почему вот такой вот range пустой, например. Ну потому что этот range – это по определению все целые числа, которые удовлетворяют вот такой системе неравенства. Значит, это в данном случае пустое множество. А если у вас шаг отрицательный, то это означает, что система неравенства меняется на противоположную. что, например, range, скажем, 9.2 минус 1 – это по определению штука, которая удовлетворяет системе неравенств. Значит, 9 больше либо равняется x больше, чем 2. Ну вот такой в системе неравенств. Ну а, соответственно, если вы в неправильном порядке это перечислили, то там получается пустое множество. А получается смена знаков происходит за счет минус 1 в конце? Да, да, да. Как бы он понимает, он понимает, что поскольку здесь знак отрицательный, то это означает, что нужно будет идти, ну вот допустим, здесь знак отрицательный, нужно будет вот эту штуку уменьшать каждый раз, ну и дальше нужно именно, чтобы вот эта штука была меньше, чем вот эта. И знаки по этому не имеют. Извините, а вот range – это что вообще по сути такое? Это просто через запятую числа? Если вы спрашиваете концептуально, кто такой range, то ответ range – это range. Ну, это буквально правильный ответ на этот вопрос. Если спросить у питона, что за объект range 1.9, то это объект типа range. Фактически это такая функция, которая генерирует объект, который прикидывается списком, который содержит целые числа вот отсюда до сюда. Неформальное описание такое. Спасибо. Спасибо. Так, ну что, а как там с числами пимоначчи? Считают? Пытались. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Очень удобный! А счет начинается с нуля! Спасибо за просмотр! Есть из вот этой штуки! Вот так можно посмотреть на количество элементов в списке! Есть функция лампы! Илья, вы, может быть, уже говорили, я немного пропустила! Вот мы можем писать forE in range и не писать туда что? Не писать туда что? Левый конец! Левый конец! Ну вот левый конец, да, значит, у нас range, у него есть несколько синтексисов, несколько способов вызова. Значит, если указывается, если указывается только один аргумент, значит, этот аргумент считается правым концом, а левым концом считается «но». Хорошо, спасибо за просмотр! Это очень распространенный, в частном случае. Хорошо. Давайте я покажу некоторые стандартные паттерны, как довольно часто приходится что-то делать с списками. Давайте представим себе, что у меня есть какой-нибудь список, и я хочу, допустим, у меня есть список чисел, и я хочу получить список квадратов этих чисел. И здесь есть такой стандартный паттерн. Значит, я сначала завожу пустой список, потом я в цикле прохожусь по моему исходному списку и вот так вот его приаппендиваю. Значит, вот это некоторый стандартный способ заполнит список, преобразовывая элементы другого списка. Это не единственный способ так сделать, есть некоторый синтактически более экономный способ, я про него по кончику поговорил. Сейчас я просто хочу, чтобы вы посмотрели на этот паттерн. Понятно, что происходит? Хорошо. Ну, давайте, чтобы жизнь медом не казалась, давайте я покажу несколько вещей, довольно-таки странных на первый взгляд. Вот давайте представим себе, что у меня возникла такая ситуация. У меня есть какой-нибудь список, и я хочу его как-нибудь модифицировать, но при этом я хочу иметь и исходную версию этого списка и модифицированную. Например, я хочу добавить вот в этот список элемент, но при этом исходный список тоже где-то сохранить. Давайте я пробую сделать так. Или давайте я даже ради драматичности давайте я даже не… Ну ладно, хорошо, пусть будет опять. Теперь давайте посмотрим, что произошло с backup copy of my list. Вот из backup copy. Могло бы быть что-нибудь более драматичное. Мы могли бы не приапендлить, а наоборот ударить какие-нибудь элементы. Вот из backup copy. Вот из backup copy. И, казалось бы, дальше я делаю какие-то преобразования с переменной my list. Причем здесь вообще переменная, которую я сейчас заново создал. Почему она тоже поменялась? Да, ну вот оказалось, что она не тоже поменялась, а просто она же поменялась. Оказывается, что когда я делаю вот такое вот присваивание, просто вот это переменная и вот это переменная начинают указывать на один и тот же объект, на один и тот же список. Если вы когда-нибудь проходили какой-нибудь C, то вам может быть знакомо слово указатель или ссылка. Вот в Python, на самом деле, когда мы создаем список, когда мы делаем вот такую вот штуку, на самом деле у нас происходит фактически присваивание указателя на вот этот список. И дальше все вот эти присваивания, они работают скорее с указателями, чем с как бы самим содержимым списком. Но проще всего посмотреть, что происходит с помощью Python Tutor. Python Tutor.com Давайте попробуем. Вот смотрите, когда я создал переменную MyList, с одной стороны создалась переменная, переменная это имя. И она живет как бы вот в некотором пространстве имен. А с другой стороны создался сам по себе объект. Вот на самом деле объект создался в тот момент, когда я написал вот эту вот часть. Вот эти вот квадратные скобки, это такая штука, которая создает список, и потом этот список присваивается вот этой переменной. А как вы думаете, что происходит, когда я выполняю следующую строчку с точки зрения вот этой картинки? Новый фрейм, который указывает на предыдущий. Да, значит, вот в том же самом Global Frame возникает новая переменная BackupCopyOfMyList, из которой стрелочка идет в тот же самый объект. То есть вот это оператор присваивания, он в принципе не копирует никаких данных. Он просто создает два разных имени, которые ссылаются на один и тот же объект. Ну и дальше неудивительно, что когда я у этого объекта откусил два элемента, то по какому имени я к нему не обращаюсь, все равно мы получаем вот такой результат. Это, надо сказать, может, во-первых, ну, короче говоря, могу сказать, что с эффектами, которые связаны с вот этим свойством питона, я сталкиваюсь регулярно. И, знаете, у меня есть такой счетчик, типа, когда я последний раз долго пытался понять, в чем проблема, потому что в очередной раз напоролся вот на эту проблему. Кажется, сейчас этот счетчик равен паре месяцев, что ли. Два месяца назад я в очередной раз напоролся на вот эту проблему. Особенно становится весело, когда мы сравниваем аналогичное поведение со строчками. Дело в том, что вот строчки не изменяем объект, в отличие от списка. Поэтому вот такой вот истории со строчками быть не может. То есть, скажем, давайте представим себе, что у меня какая-нибудь вот такая вот штука. А равняется. Значит, вот я воспроизвел то же самое, что раньше было со списками. Теперь давайте представим себе, что у меня какая-то такая же история со строчками. Значит, вот у меня есть какое-нибудь предложение. И дальше. И дальше, допустим, я хочу к этому вот предложению sentence добавить что-нибудь в конец. Как это сделать? Допустим, что я хочу, чтобы здесь sentence было бы не hello world, а hello world. Happy New Year. Да, можно сделать через плюс, можно сделать вот так. Sentence равняется sentence плюс Happy New Year. Давайте полностью. Как вы думаете, что сейчас будет в other sentence? Нет. Ну, наверное, он не будет включать Happy New Year, потому что мы прибавили его после. Да, но здесь мы тоже приопендели после. Порядок следования операции здесь и здесь, он абсолютно идентичен. Ну, строчка не может быть изменена, значит, мы просто создали новую строчку. Соответственно, объект, который sentence, он новый, который в третьей строчке слева. Да, действительно. Ну, и вот указатель. Вот принципиально здесь есть принципиальная разница в том, как мы добавляем элемент в конец. Вот здесь мы к списку MyList применяем метод Append. То есть, как бы, вот у нас есть список. И мы говорим вот конкретно в этот список, неважно, какие у него есть имена, неважно, какие перемены на него ссылаются. Конкретно вот в этот список мы добавляем элемент в конец. И все, как бы, через все ссылки на него, через все имена его, через все переменные, которые ссылаются на него, мы видим этот добавленный элемент. А вот здесь, вот в этой вот истории происходит нечто другое. Здесь нет, вот у sentence нет метода append. И это неспроста. Это потому что строчка неизменяемая, к ней невозможно ничего при апенде. Вот здесь вот происходит, вот в этой вот строчке происходит совсем другая операция. А именно, сначала выполняется вот этот ход. Он создает новую строчку, которая не имеет никакого отношения к вот этой строчке. А он создает новую строчку, в которую копирует содержимое вот этой строчки и дописывает вот эту штуку. И вот эту вот новую строчку он помещает в переменную sentence. То есть после вот этой строчки, во-первых, sentence перестает ссылаться на вот эту штуку. Sentence начинает ссылаться на новую строчку вот с таким содержанием. А other sentence, как ссылалась вот сюда, тогда ссылается. Вот это, ну вот реально, это такая концептуальная сложность. Концептуальная сложность питона по сравнению, допустим, с R. В R вот таких вот фокусов нет. Там все объекты неизменяемые, более-менее. И таких проблем не бывает. Здесь бывает. Вот. И мы с этим еще столкнемся. Не раз. Ну вот тут нужно привыкать к тому, что в питоне бывают изменяемые и неизменяемые типы данных. Не только в питоне. В большинстве языкового программирования бывают изменяемые типы данных. Ну потому что это позволяет некоторым алгоритмам писать быстро. Вот. Хорошо. Чего еще вам сказать веселенького? Ну ладно, давайте еще такую штуку покажу. Смотрите. Вопрос. Что произойдет, когда я выполню вот такой код? Значит, в А изначально был список 1, 2, 3, а потом мы к А приапендели А. У вас появится четвертый элемент в виде самого списка 1, 2, 3? Ну так список-то уже не 1, 2, 3. Ну он сначала там появится, а потом изменится. Мне кажется, что там добавятся четвертые элементы, это будет список 1, 2, 3, нет? Ну смотрите, это будет не список 1, 2, 3. Это будет список А. А в списке А, после того, как к нему добавится 1, 2, 3, уже не 3 элемента, а 4. Ссылку, именно ссылку. Да. Дело в том, что в питоне в некотором смысле невозможно никак хранить где-то список, кроме как в виде ссылки на этот список. Не только в переменной, но и внутри другого списка. Ну давайте посмотрим, что происходит. Ну вот, питоне рисует вот такую вот картинку, значит, что в А 1, 2, 3, а дальше непонятно что. Но давайте я попрошу его напечатать, что находится в элементе с индексом 3 в списке А. А, там то же самое. Давайте посмотрим, что находится вот тут. Да. Ну то есть мы создали список, элементом которого является сам этот список. Ну на самом деле, фактически, давайте еще посмотрим, как это выглядит в визуализаторе. В принципе, не то, чтобы это было что-то странное. То есть смотрите, в списке, на который ссылается переменная А, сейчас 4 элемента. Единица, двойка, тройка и ссылка на самого себя. Такое бывает. В питоне такое бывает. Ну, опять же, не только в питоне такое бывает, много где такое бывает, это бывает полезно. Заметьте, что питон достаточно умен, что он не попытался нам напечатать весь этот список. Потому что если бы он попробовал бы это сделать, если бы он попробовал бы напечатать, а что же содержится внутри вот этого четвертого элемента, то он бы начал бы напечатать 1, 2, 3, и дальше снова он. Дальше он должен был бы начать снова весь этот список, 1, 2, 3, и дальше снова весь этот список. и так далее. То есть такая циклическая штука получается. Ну вот такое бывает. Тоже к этому нужно быть морально готовым. Так, хорошо. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Какое может быть применение у цикличных таких? Да, запись лекции будет. Какое применение может быть у таких цикличных штука? Представьте себе, что у вас есть, в каком случае полезно, чтобы список содержал внутри сам себя. Мне трудно привести готовый пример, но представьте себе, что у вас есть какая-нибудь более хитрая структура данных. Например, может такое быть, что у вас есть, скажем, у вас есть студенты и есть курсы. Вот допустим, что у меня есть список студентов, и у каждого студента… Давайте представим себе, что у вас есть список студентов, и изначально в этом списке только имена. Есть какие-нибудь курсы. Почему они в квадратных скобках? Потому что я хочу сделать вот что. Я хочу сделать список, элементами которого являются другие списки. И давайте… Потому что я хочу хранить не только имя студента, но еще и список тех курсов, которые у этого студента есть. И давайте мы создадим какие-нибудь курсы. Допустим, экспериментальное уравнение и наукоданных. И теперь можно, например, сделать так, что вот я беру студента, первого студента и записываю его на курс наукоданных. А еще я беру курс наукоданных и говорю, что на него ходит первый студент. Вот у меня теперь… У меня теперь в списке… Ой, боже мой, что-то я слишком сложно сделал. Ну ладно, сойдет. У меня теперь в списке студент есть список, у которого первый элемент Илья, а второй элемент… Список, у которого первый… Значит, я предполагаю следующее. Предполагаю, что у меня мои студенты устроены так, что у них есть имя, а дальше есть список курсов, которые они посещают. Но у меня может быть такое, что у меня есть ссылка из студентов на курсы и есть одновременно ссылка с курсов на студентов. И, в принципе, это, опять же, порождает такую циклическую штуку. Это, в некотором смысле, вполне естественно – наличие таких циклических штук. Если вы представляете себе, что у вас есть несколько сущностей, которые друг на другу ссылаются. А приапендит срез. А. Нет, дело в том, что срез порождает копию. Да, давайте… Вот это я, кстати, не сказал. Смотрите, вот когда мы… Давайте вернемся к вот этому примеру с приапендиванием. Вот допустим, что мы все-таки хотим иметь возможность забэкапить наш исходный список. Чтобы это сделать, нам нужно из исходного списка сделать копию. И это делается вот так. Значит, метод копия возвращает копию моего списка. То есть он создает новый список, у которого такие же элементы, как у исходного списка. Вот его списка, который мы применили. И вот этот новый список, он будет уже совершенно независим от исходного. Вот. Ну вот на самом деле все срезы, они тоже порождают копию. По крайней мере, в обычном питоне через некоторое время мы будем обсуждать numpy, и там я скажу, забудьте все, что я вам рассказывал про обычный питон. Все по-другому. Вот. Но здесь это так. То есть, например, я могу даже сделать вот такую вещь. Смотрите. Вот тоже сработает. Значит, вот такой вот срез, просто двоеточие, безо всего. Это срез, который идет от начала до конца. И он тоже порождает копию. То есть, на самом деле сделать копию более-менее одинаково. Можно вот так, а можно вот так. Но я в последнее время люблю такой способ, потому что он достаточно универсальный. У разных объектов есть метод копии, который делает копию этого объекта. Вот. Поэтому со срезами тут все хорошо. Так, еще вопросы?